Всем привет! В эфире Универньюз, а с вами Дарья Курмышкина. Итак, смотрите сегодня. Казанский университет вошел в топ-100 лучших университетов. Состоялся и визит представителей Варнианского свободного университета имени Чернорисца-Храбрых КФУ. Научный десант КФУ высадился в Чистополе. По результатам рейтинга Times High Education 2019-2020 по направлению образования КФУ занял 94 место. Подробности далее. В информационном агентстве Татар Информа ректор КФУ провел пресс-конференцию, посвященную вхождению университета в топ-100 лучших вузов мира по направлению образования. Напомним, что в прошлом году в предметном рейтинге Times High Education Казанский федеральный университет занял 101-125 позицию. Мы впервые попали в сотню ведущих вузов мира в области Education. Это говорит о том, что наша стратегия, которую мы обозначили несколько лет назад, она была правильной. Мы шаг за шагом шли к этому результату. И вы знаете, что система подготовки учительских кадров у нас имеет собственную модель. Наилучшие результаты КФУ достиг показателю цитирования и занимает вторую строчку в мире. Существенный положительный вклад в рейтинговые позиции университета внесли показатели преподавания, исследования и международное взаимодействие. 94-я позиция в международном рейтинге – это прежде всего показатели репутации, престижа системы педагогического образования КФУ в рамках и вообще Российской Федерации. По сути, мы своим достижением представляем педагогическое образование Российской Федерации, Республики Датарастан на международной арене. И более 100 зарубежных ученых, более 500 российских ученых ежегодно приезжают к нам для того, чтобы каждый год узнать что-то новое, то, что мы делаем в системе педагогического образования. На сегодняшний день среди российских вузов у КФУ самая разветвленная система образования. Помимо собственного высшего образования, университет реализует также среднюю ступень на базе двух лицеев. Лице является площадкой трансфера образовательных технологий, где магистранты и студенты отрабатывают на практике с лицеистами инновационные подходы. Кроме этого, сейчас активно идет процесс работы по открытию в структуре вуза специализированного детского сада. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. В КФУ с визитом прибыла делегация Варненского свободного университета имени Чернорица Храбра из Болгарии. Более подробно смотрите далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Варненского свободного университета имени Чернорица Храбра из Болгарии. Своё знакомство гости начали с музея истории КФУ. Проектор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета и рассказал о богатой истории вуза. Гости с интересом прослушали экскурсию и познакомились с основными вехами высшего образования в Казани и узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях КФУ. Визит продолжился в зеленом зале Казанского федерального университета, где состоялась встреча с руководством вуза. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также подписали меморандум о взаимопонимании. Лилета Липова, Ленар Довлетяров, Универньюс. Следующей точкой в рамках просветительской акции «Научный десант КФУ» стал Чистополь. Все подробности расскажем в следующем сюжете. 6 ноября «Научный десант КФУ» отправился в Чистополь. Большой праздник науки развернулся на этажах школы номер один. Мероприятие собрало свыше 300 человек. Как я обошла все и посмотрела, здесь в основном представлен естественно научный цикл деятельности университета. И современная молодежь, большей частью, предпочитает именно техническое направление для продолжения своего образования. Поэтому я считаю, что то, что сегодня здесь организовано, очень значимо, очень масштабно и очень интересно. На этот раз вместе с командой сюда прибыл проректор КФУ по внешним связям Ленар Латыпов. В ходе своего выступления он рассказал об истории Казанского университета, его позициях в рейтингах, современном оснащении, а также знаменитых студентах и выпускниках. От имени главы Чистопольского района гостей приветствовал заместитель главы муниципального образования города Чистополь Михаил Ксенофонтов. Программу мероприятия открыла лекция «Теория вероятности и игра на рынке ценных бумаг» доцента кафедры математического анализа Института математики и механики имени Лобачевского КФУ Самигулы Халиулина. Также прозвучала лекция о современных трендах мирового развития доцента кафедры международных экономических отношений Института международных отношений КФУ Марата Гибадулина. А доцент кафедры геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Рустам Мусин поведал о воде, которую мы пьем. Мы узнали о мероприятии от наших учителей, сразу воодушевились и пришли сюда. Гости также приняли активное участие в интерактивах. Так, например, преподаватели и студенты КФУ предоставили ребятам уникальную возможность измерить радиоактивность вокруг себя. На примере простых и наглядных опытов они показали, как работают различные законы физики. Я сегодня взял сюда на интерактив явление интерференции поляризованного света. Я демонстрирую разноцветные картинки, которые возникают при скрещивании двух поляроидов. Это наиболее эффектная демонстрация и вызывает очень большой интерес у школьников. С помощью различных методий гости смогли узнать о своем характере, взаимодействии с окружающим миром, а также проконсультироваться у психолога. Там рисовали рисунки и с помощью этих рисунков определяли, какой вы человек. Узнать ответы на все вопросы о поступлении в КФУ ребята смогли от приемной комиссии. А центр по работе с одаренными детьми КФУ рассказал о том, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Заинтересованность, конечно, большая. В частности, у наших выпускников, естественно, стоит сейчас очень острый вопрос, куда поступить. То есть, очень многие вузы представлены у нас в Татарстане, но, естественно, КФУ как бы впереди всех. И, естественно, детям очень интересная и актуальная информация, которую они сегодня получили здесь. Следующим пунктом визита научного десанта станет Нурлат. Следите за нашими новостями. Валерия Муратова, Лев Халиулин, Олег Апачаев, Универньюс. О том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре. 6 по 9 ноября на базе Казанского университета и Академии наук Республики Татарстан проходит 11-я международная научно-техническая конференция «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных покрытий». В рамках конференции проводится школа для молодых ученых, лекции от ведущих специалистов по применению низкотемпературной плазмы, а также отбираются проекты для участия в программе «Умник». 6 ноября в деревне Универсиады прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда» среди иногородних студентов в рамках ежегодного фестиваля «Мозаика народов мира». Игра нацелена на объединение интеллектуального потенциала иностранных обучающихся в УЗА. Что такое розовая зима и каким будет этот ноябрь, узнал наш корреспондент Элевира Зорина. Все подробности в сюжете. Метеорологи КФУ сообщили, что зима придет нескоро. В ближайшие дни дневные температуры будут повышаться до плюс 12 градусов. Ночные тоже будут положительными. «Если брать этот год на планете, начиная с летних месяцев, постоянно самые высокие температуры за весь период наблюдений, метеонаблюдений, то есть за последние 170 лет. И вот это даже осенние месяцы, и сентябрь, и октябрь, они оказались опять-таки рекордными». Такая температурная аномалия обусловлена влиянием теплых воздушных масс, пришедших к нам с Анталитического океана, и имеет свои плюсы и минусы. «В природе как бы сбивается ритм, с одной стороны. С одной стороны, вроде бы это и неплохо, но, скажем, те же для сельского хозяйства, когда теплая зима, нет промерзания у сельскохозяйственных культур. Но есть другая опасность. Если теплая зима, часто бывают оттепели, а как только резко меняется температура, то ледяная корка образуется, тоже плохо. И вот для людей все не очень хорошо – это перепады. Вот сейчас большие суточные перепады, межсуточные перепады, давление, температура. Уже человек, так сказать, реагирует, особенно сердечные сувицы, заболевания и так далее». Температура в зимние месяцы в этом году будет около или выше нормы. На метеорологических картах вероятностного прогноза категория «норма выше нормы» обозначается розовым цветом. Поэтому метеорологи называют такую зиму розовой. Карты синаптически закрашивают в разные цвета. Розовый – когда аномалия положительная, то есть когда тепло. А если холодно, то синий цвет используется, то есть аномалия холода. Ну и в данном случае получается так, как бы у нас зима будет немного выше своей нормы, и поэтому такой розовый цвет. По словам метеорологов, в этом году настоящую зиму следует ждать только в 20-х числах ноября, несмотря на то, что первый снег выпал еще 23 сентября. А на этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok